Здравствуй, дорогой друг! Я приглашаю тебя на урок математики. И мы начинаем изучать новый раздел «Традиции и фольклор». Тема сегодняшнего урока – тенге, монеты и купюры, казахские народные игры – тенге, алло. Извини, звонок, он зовет нас на урок. А теперь подумай и скажи, что такое тенге? Конечно, слово «деньги» произошло от тюркского слова «тенге». 27 лет назад, 15 ноября 1993 года, была введена в обращение национальная валюта Республики Казахстан – денежный знак тенге. Подумай, какие деньги используются? Правильно, это купюры и монеты. При совершении покупок часто необходимо набрать нужную сумму денег или вычислить сдачу. Тебе нужно научиться производить счет и размен купюр или монет. На уроке ты научишься различать монеты и производить различные операции с ним. Для самооценки работы на уроке используй дорожку успеха. Начерти ее в тетради. При верном выполнении заданий ты будешь постепенно закрашивать кружки на линейке. Я уверена, у тебя обязательно все получится. Открой учебник на странице 46 и посмотри сверху. Какие деньги изображены? Помоги Алие и Тимуру решить проблемную ситуацию. Чем отличаются купюры от монет? Конечно! Купюры бумажные, а монеты металлические. Назови купюры и монеты. Посмотри на фотографии. Знаешь ли ты, что в 2020 году выпустили новую монету достоинством 200 тенге? В задании 1 рассмотри, как можно разменять купюры достоинством 200, 500 и 1000 тенге. Ты выполнил верно все устные задания и знаешь, как разменять деньги. Раскрась у себя 4 круга. А теперь я предлагаю тебе отгадать ребус. Догадался, какое слово получилось? В садник. Умница! Это слово всадник. На слайде и на странице 47 учебника посмотри изображение народной игры тенгеалу. У казахского народа много национальных игр на умение держаться в седле. Конные игры помогают развить силу и ловкость, меткость и сноровку при езде верхом. В игре тенгеалу или кумеалу, что означает подними монету. От старта до линии финиша всадники должны на скаку, не останавливаясь, успеть собрать на поле как можно больше платочков, мешочков или кошельков с монетами. Назови данные монеты. Ты догадался, в каком порядке они расположены? Молодец! В порядке убывания по своей номинации. А каких мелких монет не хватает? Верно! Двух тенге и одного тенге. Поздравляю! Ты получаешь кубок. А сейчас предлагаю поиграть. Посчитай-ка. Всадники имеют монеты. Нужно узнать, сколько монет и сколько денег у каждого. Запиши. У даулета четыре монеты. Мы посчитали, как на фотографии. А теперь нужно сложить все тенге. И денег у него будет триста тенге. У каната мы видим тоже четыре монеты. Но денег, если мы сложим все тенге, то будет четыреста. У самата есть пять монет. На общую сумму тоже четыреста тенге. Больше монет у самата, а денег меньше у даулета. Можно сделать вывод. Количество монет и количество денег не совпадают, так как монеты разные. Есть по пятьдесят и по сто тенге. Закрась на своей дорожке сразу пятый и шестой круги, потому что ты понимаешь различия и умеешь считать. А теперь давай научимся применять полученные знания на практике при решении задачи на странице сорок семь. В этой задаче сказано, что было четыре монеты по пятьдесят тенге, как на фотографии. И еще сто тенге. Вопрос. Сколько всего тенге? Сначала узнаем, сколько тенге составляют четыре монеты. Для этого мы возьмем по пятьдесят тенге четыре раза. Получится двести тенге. Далее мы добавим еще сто тенге. И будет триста тенге. Это всего денег. Теперь мы составим выражение. По пятьдесят взять четыре раза и прибавить сто. Равно триста тенге. Запишем ответ. Триста тенге в кошельке. Посмотри еще раз на фотографии этих монет и ответь на проблемный вопрос. Сколько останется денег, если взять две монеты по пятьдесят тенге и сто тенге? Конечно, ты можешь закрыть эти монеты и сразу увидишь, что останется в сто тенге. Закрась еще по кругу на дорожке. А теперь нам нужно повторить изученную тему по заданию четыре на странице сорок семь. Нужно составить равенство на эти карточки с одинаковой суммой монет. Например, запиши двадцать тенге плюс пять тенге. Найди карточку с такой же суммой. Проверь. Это десять тенге плюс пять тенге и плюс десять тенге. Далее. Двадцать тенге плюс пятьдесят тенге. На какой еще карточке будет столько же тенге? Верно. Эта карточка с монетами двадцать, двадцать, двадцать и десять тенге будет. Так же, как слева семьдесят тенге. Мы составили равенство. А теперь на остальных карточках посмотри, больше или меньше тенге. И запиши неравенство. Двадцать, два и двадцать тенге должно быть меньше, чем сколько? Конечно, пятьдесят и пятьдесят тенге. А если мы эту карточку пятьдесят и пятьдесят тенге сравним с другой? Она больше, чем? Конечно, десять, десять, десять и десять тенге. А теперь последнюю карточку. Сумма четырех монет по десять тенге меньше, чем? Конечно, двадцать плюс два и двадцать тенге. Все правильно. Теперь закрась девятый и десятый круг. Ты можешь научить другого. Молодец! Мы заканчиваем наш урок и переходим к рефлексии. Оцени свою работу на уроке. Закончи предложение. Я узнал. Я запомнил. Я научился. Я удивился. Ты сегодня очень старался. И твоя линейка успеха вся закрашена. Молодец! Аплодисменты тебе! Спасибо за урок. Спасибо за внимание. До новых встреч на уроке математики, дорогой друг! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!